Никто не забыт, ничто не забыто. Накануне 67-й годовщины со дня победы по Запорожью прокатилась волна торжественных митингов. Солдатские подвиги вспоминают у памятника летят журавли. Это место на поселке Ливаневского, известно тем, что в годы Великой Отечественной, здесь был немецкий концлагерь для советских военнопленных. По подсчетам исследователей, тут похоронено около 5000 человек. Был лагерь военнопленных. Он обнесен, был многоразовой колючкой. Многие жители здесь, особенно женщины, помогали, приносили им еду. Ну и некоторые спасали. Они, конечно, тоже рисковали. Почему? Потому что если вскрывалось, что он обманывает, тоже здесь оказывались. По официальным данным, за четыре года войны СССР потерял около 30 миллионов человек. У заместителя городского головы Сергея Глаченко Великая Отечественная забрала деда. Война коснулась каждой семьи, в том числе и моей. Мой родной дед погиб, освобождая город Запорожье. И в настоящий момент его могила находится в братской могиле на правом берегу, там, где стоит скорбящая мать. Еще одно памятное для запорожцев место на площади Советской. Глядя на танк Т-34, Александра Семеновна вспоминает свою военную историю. На фронт попала 19-летней девчонкой. Там спасала раненых. Участвовала в обороне Москвы, в Калининской и Сталинградской битвах. В последнем бою получила ранения. Но свое дело старший военфельдшер не бросила. Когда я была ранена, меня умолили остаться. Я сначала сидя работала, а потом уже стало. Мне как стыдно было. Раненые по два-три ранения не уходили с фронта. Я все-таки медработник. Меня уже не брали в действующую армию. Но в прифронтовой зоне я работала всю войну. И даже в госпитале. Мы пообщались здесь с ветеранами. Конечно, неиссякаемый источник оптимизма и веры в будущее. Этому нужно нам учиться. Я думаю, наша молодежь должна общаться побольше с ветеранами. Сотни людей вспоминают историю и у мемориального комплекса «Переправа». В 43-м здесь проходило легендарное форсирование Днепра. Сейчас в Запорожье живет около 4 тысяч участников боевых действий. Накануне праздника они и инвалиды Великой Отечественной получат адресную материальную помощь. Из горбюджета для этого было выделено более миллиона гривен. Также в планах на этот год завершение реконструкции госпитального отделения во второй горбольнице. Но и это еще не все. У нас есть целый ряд программ, связанных с зубопротезированием, восстановлением зрения, кардиостимуляторы, эндопротезы, слуховые аппараты. Это конкретные программы, которые решают проблемы совершенно конкретных инвалидов по обращению наших ветеранских организаций. Вот в этом направлении мы работаем, помогая по мере возможности городского бюджета. Кроме соцзащиты есть у ветеранов еще одна заветная мечта. Хотят, чтобы молодежь не забывала историю, а передавала ее из поколения в поколение. Напомнить об этом юным запорожцам ветераны смогут уже 9 мая на праздничном параде, куда они тоже непременно придут.